Александр, у меня их уже, знаете, все, что можно... Порядок такой. Ну, я... Покажите, покажите. Она имеет право отказаться? Что вот именно это... Она имеет право отказаться, но я, тем не менее, выпишу предупреждение. Я ее ознакомлю с ним, что оно есть. А видеозапись у нас... Видеозапись у нас... Спасибо. Ваше право. Мне это говорят раз в неделю. Все правильно говорят. С 14-го года. И сначала у меня эти копились бумажки, а сейчас я уже их не беру. Знаете, некуда класть. Некуда класть. Ну, тем не менее, я обязан выписать. Не против? Ну, пишите, я брать не буду. Мне нужна ваша фамилия, мяческая события. Фамилия Татьяна Матвеевна. 19 ноября. Суббота, площадь Ленина, Новосибирск. Татьяна Матвеевна. Опять вторую неделю с пикетом. 152 года со дня рождения Ивана Бунина. Из нас, как из дерева, и дубина, и окон. Это его цитата. Татьяна Матвеевна, прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я сегодня стою по поводу завтрашнего дня памяти защитница Нарымского сквера Широковских Марина Евгеньевна. И день рождения Бунина 22-го числа. Они близко друг к другу. И их можно даже объединить. Почему? Почему? Потому что они оба любили Родину. Вот Бунин тут написал, что я люто люблю эту Родину. И Марина Евгеньевна любила Родину. Она занимала гражданскую позицию и отдала свою жизнь за то, чтобы люди жили в комфортной окружающей среде. И цель у нее была такая – заставить мэрию жить по закону. К сожалению, после ее ухода еще какое-то время движение было очень активным по защите зеленых зон и удавалось предотвратить вырубки. То сейчас уже тотально вырубаются деревья. Идешь по улицам и каждый день видишь вырубленное дерево. А позавчера буквально в нашем дворе вырублена целая роща. Причем разрешение получено некоторыми жильцами, желающими устроить там автостоянку под вырубку. А летом буквально вокруг детского сада было вырублено все зеленые посадки по периметру ограждения. То есть дети теперь находятся под солнцем, под ветром, на семи ветрах. Ничего их не защищает. Вот так у нас выполняются законы по охране окружающей среды. А тем не менее, вчера по радио было сказано, что состояние экологической среды 9 баллов из 10 отрицательное. То есть практически количество выхлопов, мелких частиц в воздухе, углекислоты почти в 10 раз выше нормы. И сегодня мне удалось перед уходом по радио услышать, что у нас ждет катаклизм климатический. Что в одних местах будет засуха, а в других будет идти потопление. Потому что еще Гумбольс сказал, что вырубка, ученый немецкий, вырубка деревьев, высыхание источников и бурные потоки воды – это одно целое. Вот это мы сейчас и наблюдаем. И в нашем городе в частности. Спасибо большое. Жаль, что на смену Широковских никто не пришел. И действительно, вот вы сказали, что она отдала свою жизнь. Но она действительно это так, потому что она провела, как я слышал, сотни судов. 450 судов. То есть она все свое время, все свои силы потратила на эту борьбу, и в итоге она умерла. Да, заболела и не выдержала, да, нервного перенапряжения. Ну, а Татьяна Матвеевна, что-нибудь еще добавите? Ну что, мне хочется сказать людям, обратиться к людям, чтобы брали пример, они именно с таких людей, и тоже в силу своей возможности любили свою родину, и хоть что-нибудь делали для нее хорошее. Ну, нельзя уже допускать вот до такого состояния, как вот у нас сейчас готовится Новый год, и Терешкова заявила, что она вот эти все весюльки купила еще в прошлом году, а мы в день рождения, Марины Евгеньевны, под запись собрались наши остатки общественной организации и выражали ей протест за то, что по радио она как раз заявила, что уже празднование, программа празднования Нового года уже составлена, заключен договор с Министерством культуры, что выделены деньги, что уже все скверы, уже известно все, что будет там выставлено. То есть, понимаете, вот, ну ложь на лжи. К сожалению, вот, надо что-то с этим делать. Надо, чтобы у нас культуру возглавлял человек, хотя бы умеющий говорить правду. Согласен. Присоединяюсь к вашему призыву брать пример таких людей, как Широковский. Спасибо. Продолжение следует...